Привет, мой друг! Ты на канале Слайя, и сегодня мы вместе с тобой будем решать новые интересные Майнкрафт-загадки. Очень надеюсь, что ты сможешь ответить на все из них и решишь эти задачи крайне легко. Ну и, как всегда, не забывай написать в комментариях, сколько загадок ты сможешь разгадать и ответить правильно. Посмотрим, кто из нас лучший детектив. Кстати, идея этого ролика взята с канала Just Thing, ссылку на который я оставлю в описании. И там же в описании ты сможешь найти дешевые лицензии Майнкрафта по промокоду Слай. Обязательно загляни и найди их. Итак, погнали! В первой нашей задаче сегодня к тебе обратился растерянный деревенский житель. День назад он высадил очередную грядку с растениями и, как всегда, записал себе их число на плакат. Но ночью спонтанно пошел дождь и часть записей стали неразборчивыми. Благо дома у него нашлась книга растений с примерами ростков каждого из них. Ты же ведь сможешь посчитать их и помочь ему? Будь внимателен! И прежде чем ты узнаешь правильный ответ, напиши свой вариант в комментариях. А также скажи, ты же ведь заметил подвох? Если же нет, то намекну, морковь житель здесь не сажал. Час назад он вспомнил, что высадил все ее семена на другой грядке. Так что здесь росло всего лишь 18 свеклы, 16 пшеницы и 10 картошки. Надеюсь, что ты все посчитал. А тем временем мы отправляемся в тусклое подземелье ближайшего королевского замка. Вчера в темницу посадили бывшего советника короля. Вот только как оказалось, что во время постройки этой темницы, тот самый советник продумал пути побега из каждой камеры. За секретной стеной находятся три рычага. Но чтобы выбраться советнику, необходимо вспомнить, какой же из них откроет проход на свободу, но при этом не вызовет охрану. Также для большей безопасности заключенных ранее был создан дополнительный этаж, полностью покрытый камнем. Поэтому прежде чем мы переберемся к самой охране, придется расследовать для начала первый ярус и все схемы, которые там есть. И я буду очень надеяться, что у вас получится соотнести прямо сейчас начало этой схемы. А уже далее рычаг, с которым связан тот самый командный блок наверху. Итак, давайте начнем. Отлично! Мы разгадали первый уровень, а теперь давайте перейдем уже ко второму. Отлично! Советник нашел нужный рычаг под номером 3 и спокойно ушел из своей камеры. А тем же временем в его доме охрана короля уже заканчивает проводить обыск, но явно пропустило несколько важных улик в виде спрятанных фотографий, которые тот не успел уничтожить перед своим задержанием. Ты же видишь, где и что он успел спрятать? Попробуй их найти. Хм, а вот эти самые улики. В то же время, где-то в болотистой местности, ведьма варила магическое зелье телепортации на заказ. Но добавив последний ингредиент, что-то пошло не так и ведьма оказалась в какой-то пустыне. Вокруг нее остались лишь кактусы и песок, а также древняя пирамида, осмотрев которую, ведьма смогла найти компас, око эндера, два седла, а также немного сахара. Что же стоит делать ведьме, чтобы найти свой дом? При условии, что тот находится около шахты с порталом в мир края. И да, эта задачка была крайне простой. Ведь чтобы найти ту самую шахту, а следственно и дом нашей ведьмы, достаточно просто запустить око эндера в небо и после этого спокойно передвигаться в его направлении. Пока ведьма не найдет свое убежище. Так что я надеюсь, что вы здесь не ошиблись и сейчас поставить лайк. Отлично, ведьма уже вернулась к себе домой. Но в то же время, под землей, Стив, как обычно, копал что в шахте. Он увидел алмазную руду и захотел ее добыть. Но его кирка сломалась, а единственный выход из шахты завалило камнями. Перед Стивом оказалось всего лишь три тоннеля для того, чтобы выбраться. Как было известно, в первом тоннеле находилась лава, во втором вода с акулами, а в третьем освещенная пещера с черными пауками. Итак, куда же пойти Стиву? И ответ на эту сдачу был уже не так очевиден. Ведь в ней было необходимо отправиться в тоннель с черными пауками. Поскольку они не атакуют игрока днем, а следственно могут пропустить его таким на поверхность. И все же, давайте вернемся обратно в город. Ведь там один кузнец прямо сейчас хочет продать свой новый меч, но не знает, какую цену за него выставить. Учитывая то, какие ресурсы он обычно тратит на свое оружие, и какие их затратил на создание своего нового творения. Напомню, прошлые его работы стоили 7, 14 и 21 изумруд за каждую. Очень надеюсь, что вы поможете ему таки решить, за какую цену стоит его продавать. А вот, собственно, и тот самый. Это самый ответ, который вы должны были получить. В сумме, последний меч должен был стоить 30 изумрудов. И я надеюсь, что вы все же вычислили его цену. Поскольку каждая затраченная палка обычно обходилась в 3 изумруда. Железо в 2 и еще 2 изумруда, по примеру, первого меча. Во втором же мече у нас палка также стоила 3 изумруда, золото 9 и железо еще 2. Ну а по примеру третьего, мы также можем узнать, то что любой затраченный алмаз, так же как и золото, стоил 9 изумрудов. Ну и в сумме, конечно же, получаем 30 затраченных камней. За покупку столь прекрасного меча. А тем временем, наша любимая Алекс возвращается к себе домой поздним вечером. И когда та обернулась, чтобы поднять оброненную вещь, то увидела Эндермена. Алекс была далеко от дома, и она очень сильно голодна. Вот-вот, Эндермен уже ее догонит. Рядом с ней была только поляна и огромная река. И что же делать Алекс, чтобы быстро и эффективно спастись от этого монстра? Правильный ответ. Ей стоило прыгнуть в воду. Ведь Эндермен не может достать до тебя в воде. А попадая в воду, он начинает сильно дамажиться и чаще всего телепортируется крайне далеко от самого игрока. Так что этот вариант, надеюсь, вы и выбрали. Итак, замечательно. Большую часть загадок мы вместе уже решили. Однако осталось еще парочка. Сможешь ли ты найти отличия на этих картинках? Всего отличий будет 3. А вот, к слову, те самые места, которые тебе стоило заметить. Ну что ж, продолжим. И опять-таки, снова я буду надеяться то, что ты всех смог найти. Великолепно, ты со всем справился. Теперь самое время написать в комментариях, сколько же наших загадок ты смог или смогла разгадать в этом видео. Ну а также, обязательно подпишитесь на мой канал и нажми на колокольчик, дабы не пропустить следующую часть. Ну и на этом у нас, естественно, не все. Ведь сразу, как мы наберем 500 лайков, я уже побегу создавать и выкладывать вторую часть этого видео. Так что, надеюсь, что он вам понравился и вы его обязательно поддержите и скинете друзьям. Всем удачи, хорошего настроения и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok